24 апреля на встрече с Владимиром Путином Александр Осипов назвал одну из причин, почему горит Забайкалье. При высокой протяженности края не хватает пожарных формирований. У нас всего 111 пожарных формирований на 880 населенных пунктах. Таким образом, 700 с лишним населенных пунктов не имеют непосредственно пожарного прикрытия. Создавать в каждом населенном пункте пожарные части долго и затратно. Добровольцы – лучшее решение проблемы. Их в Забайкалье более 6000. Цифра внушительная, но есть две проблемы. Не все умеют правильно тушить огонь, да и не хватает специального обмундирования. К сожалению, пострадавшие, которые сейчас в ожоговом центре, я, естественно, без фамилии, без конкретики, вплоть до того, что просто белье было, трусы были, носки были из синтетической ткани. И человек, я смотрю, основные ожоги не очень глубокие, вся паховая область с тяжелыми глубокими ожогами. Это смертельно опасно, это потенциальная инвалидность. Костюм только из хлопчатобумажной ткани или несгораемого номикса. Огнестойкий щит, фильтрующая маска, кожаные берцы и в подмогу средства связи. Это минимум, который должен быть у каждого добровольца. Григорий Куксин – руководитель противопожарного проекта. «Гримпис» не просто приехал с мастер-классом, а привез все вышеперечисленные. Купить обмундирование сельским жителям не по карману. Только один ранцевый огнетушитель на сегодняшний день стоит более пяти тысяч, плюс необходимы еще средства защиты, средства радиосвязи. То есть в это выходит порядка десяти тысяч для того, чтобы наш доброволец уже чувствовал себя безопасно и имел возможность тушить пожар. В зале те, кто 19 апреля столкнулся со стихией лицом к лицу – жители Болейского, Оловянинского, Борзинского и Шилкинского районов. Управление Росреестра и Бурятская община подарили добровольцам мотопомпы, рации, комплекты несгораемой спецодежды, а также медикаменты для уцелевших животных. Фермер Иван Бабуев рад презентам, ведь стихия унесла жизни сотен сельхозживотных. Ущерб оценивается миллионами. Ну я вот сам подсчитал, но мне тоже подсчитали там 3 миллиона 900 с лишним. Вы потеряли. А так я еще вот там, у меня запчасти, вагончики вот это все сгорело. Они вот пригласили вот, вручили вот это вот, медикаменты вот для животных. Это нужное, да? Да, это нужное, конечно. И вот это вот пожарное вот это мундирование. Более 20% пожарных добровольцев все еще остаются неукомплектованными. Но несмотря на это, простые забайкальцы всегда готовы прийти на помощь. Люди – самый ценный ресурс, но и он нуждается в защите. Гуля Алхасова, Николай Шумков, ЗАПТ-ТВ.